МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Озеро Агель. Быть или не быть? Акватория крупнейшего водоема столетия переживает не лучшие времена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пешеходов и водителей призвали к порядку. Сотрудники инспекции безопасности дорожного движения вышли на воспитательный рейд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые технологии озеленения в Дзербенте прошел гидропосев газонов. Существование одного из крупнейших естественных водоемов Махачкалы под вопросом живописной пейзажи озера Агель, бывшего всегда визитной карточкой столицы Дагестана, могут безвозвратно уйти в прошлое. Экологические проблемы, копившиеся годами, поставили водоем на грань выживания. Что делается для того, чтобы не произошло непоправимое, узнавала наш корреспондент Луиза Раджабова. Чтобы посмотреть, каким было озеро Агель, маленькую Еву сегодня привели в музей города Махачкалы. То, что озеро на картине художника еще не окружено бетонными джунглями, девочке верится с трудом. Мертвые толстолобики, карпы и сазаны – это уже печальная картина нынешней действительности. Итог варварского отношения к природе, халатности и ненасытности взрослых. Водная жемчужина города превращается в мертвое море. Рыба как будто пытается безуспешно уплыть прочь из когда-то родной стихии. Ведь чистые воды остались теперь только в памяти и на холсте. Я помню, что озеро у нас доходило буквально до Балясин. И в такую ветреную погоду практически там иногда даже до музея от таких больших волн мы могли наблюдать брызги. Только человек мог сделать так, что озеро, которое, в общем-то, по факту и в природе бывает круглым, а круглым, оно сейчас у нас, если смотреть вид сверху, оно стало прямоугольным. То есть оно обрело угол. Когда-то с пустым садком отсюда никто не уходил. Сегодня вместо рыбаков свои железобетонные сети кидают в застройщики. Во многом благодаря им единственный чистый источник – обновление воды в озере. Река Толгинка оказалась засыпана. Потому и рыбаку со стажем Алибеку здесь ловить теперь нечего. Максимум, что попадается на крючок – мусор датино. Вот вы идите, посмотрите вот туда, уровень воды, который был здесь. Вот это видно кое-что. А сейчас почти на два метра ушло вода. Воду очищал фильтр. Там мощный природный фильтр, камыш. Он очищает воду. Здесь типа мидии есть ракушки крупные. Они все тоже погибли. За последние два десятка лет площадь озера сократилась почти в два раза. Распроданной оказалась не только прилегающая территория, но и само зеркало водной глади. Часть озера, которую планировали осушить. Оказалось, что по букве закона озера здесь будто бы и не было. Включить водоёв в федеральный реестр водных объектов удалось только в прошлом году. По словам министра природных ресурсов, на сегодняшний день для решения проблем очистки и восстановления озера необходимо около 24 миллионов рублей. Если мы направляем туда канализационные стоки и ставим туда очистные сооружения, и будем подпитывать озеро Агель в день 100 кубов воды будем направлять, то приблизительно на это нам надо 24 миллиона рублей для того, чтобы установить очистные сооружения. Если мы будем направлять трубу канала Октябрьской революции, то сегодня мы считали 7 километров трубу надо туда провести. Вот мы почему определили саму границу озера. Потому что не было границы озера. Спокойно можно было засыпать. И кроме этого, когда мы взялись за это озеро Агель, вот эта водная гладь есть сегодня, она была распределена полностью под земельные участки. Там были катастроевые номера по строительству домов. Полностью озеро? Полностью вот это озеро. Не как водный объект, а как земельный участок распределяли. Потому что он не был в водном реестре Российской Федерации. Мы, Министерство природных ресурсов и экологии, включили его туда. В прошлом году мы его включили туда. Вот представьте, в центре города озеро... До прошлого года она не была зарегистрирована в водном реестре Российской Федерации. И в течение 20 лет его засыпали, засыпали, засыпали. Выдавали разрешение с администрации по строительству домов. Агель – живописная картина наяву или большая лужа с нарушенным экологическим балансом и туманными перспективами. Как же так получилось, что уникальный природный объект теперь на грани исчезновения? Неужели он останется для будущих поколений только пятном на старой карте или образом на картине в музее? Вопрос по-прежнему открытый. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Мусас Салгиреев. Новости ННТ. Махачкала. Акцию «Осторожно, пешеход» проводит МВД республики. Сотрудники полиции проводили профилактические беседы с водителями и пешеходами. Водителей призывали не пренебрегать правилами, а пешеходам напоминали о том, где следует переходить дорогу. По статистике, наезд на пешеходы – это самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего это происходит в темное время суток. Только за последние два месяца на дорогах республики произошло 69 ДТП с участием пешеходов. И виноваты в этом бывают не всегда одни только водители. В Дербенте начали озеленять город. Первой стала улица Гейдара-Алиева. Гидропосев газонов – это современная и эффективная технология озеленения. Она позволяет высадить траву в больших объемах и на неровной местности. Для визуального контроля проводимых работ в смесь добавляется специальный краситель, который придает жидкости необычный бирюзовый цвет. Раствор полностью покрывает землю и защищает рассаду от дождей, ветра и птиц, которые могут выклевать семена. Работа будет продолжаться и на других улицах города. Строительство духовного центра имени пророка Исы продолжается. Принять участие в реализации масштабного проекта приезжают люди из разных уголков Дагестана. В стороне не остаются и представители власти. Кто приехал в духовный центр на этот раз, знает Хамза Нурмагомедов. Внести свой вклад в благоустройство территории, прилегающей к духовному центру, приехав из Риших Саидов. Приседатель Народного собрания республики вместе с коллегами посадил магнолию в Народной аллее. Для гостей провели экскурсию по облагораживаемой территории. Хазри Ших Саидов сам ограном в прошлом, поэтому оценил организацию работы профессионально. На все вопросы они дали квалифицированный ответ. Всё делается правильно, своевременно. Я думаю, и жалая, эти деревья вырастут, и здесь будет красота такая, что все будут стремиться переехать, жить ближе к этой аллее. Народная аллея тянется от строящейся мечети до берега моря. Это около 1500 метров. На территории уже посажено более 2000 саженцев. По словам проектировщиков, помимо разнообразных деревьев, здесь будут также расположены фонтаны и качели. Людям создадут все условия для приятного семейного отдыха. Мы здесь будем гулять, воспитывать своих детей, заниматься спортом, физкультурой. И, конечно, обязательно будем ходить, молиться в эту замечательную, самую большую мечеть в нашей стране. Это память о дагестанском народе. Поэтому мы благодарны тем, кто проявил эту инициативу, поддерживаем и будем всячески способствовать, чтобы это было самое красивое место в нашей республике. Сердце духовного центра – мечеть. Сейчас завершается заливка бетонных перекрытий. Скоро приступят к монтажу конструкции каркаса, на который будет крепиться кровля. Полностью завершить строительство духовного центра планируют в 2025 году. Ежедневно сюда приезжают группы добровольцев из разных городов и районов республики. Каждый стремится принять участие в этом благом деле, финалом которого должно стать историческое открытие самого крупного духовного центра Кавказа. Давайте вместе строим духовный центр! Северокавказский форум отцов «Традиции мужества и чести» прошел в историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале. В нем приняли участие представители разных конфессий, ведомств, муниципальных советов, общественных организаций и СМИ. В ходе мероприятия его участники обсудили вопросы, связанные с Институтом отцовства в современном обществе. В приоритете защита прав детей, оздоровление семьи и укрепление культуры ответственного отцовства. По мнению организаторов, подобные форумы напомнят молодежи, что именно семья является главным нравственным каркасом общества. Напомним, в Махачкале не так давно было создано региональное отделение Совета отцов, призванное вести работу в этой сфере. Дагестанцы активно участвуют в волонтерском движении. На сегодняшний день около тысячи человек зарегистрировано на официальном сайте Корпуса волонтеры Конституции. Прошедший отбор волонтеры пройдут дистанционное и очное обучение. И в день общероссийского голосования добровольцы будут задействованы на участках для информирования людей о возможностях голосования и поправках в Конституцию, а также для помощи маломобильным гражданам. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова